Здравствуйте, Анна! Как слышно? Как вы нас видите, слышите? Добрый день. Давайте попробуем проверим. Слышите вы меня? Отлично, прекрасно. Я вас слышу прекрасно. Ну что ж, и вам спасибо за то, что согласились принять участие в нашем марафоне. Я думаю, мы все прекрасно понимаем, насколько важно нам как можно дальше продвинуть количество голосующих в голосе. Голосующих в голосе – это… Я всё время ловлю себя как филолог на том, что я говорю какую-то речевую ошибку. Да, но по-другому никак. Голосующие в голосе. Я бы даже сказала голосующие в голос, потому что нам очень важно продолжать говорить о том, что мы против Лукашенко и то, что мы вместе и нас много. Итак, сразу всем спикерам первый основной вопрос. Чем важна эта инициатива Светланы Георгиевны? Почему её нужно поддержать? Эта инициатива показывает нам с вами, что нас много, что протест не сдулся, что он никуда не делся, что мы по-прежнему едины в своём требовании новых выборов о том, что Лукашенко должен уйти, а мы с вами провести новые свободные и честные выборы, чтобы самим определять, как будет развиваться наша страна дальше. Вот и всё. Это самое главное. Это наше единство, это наше стремление к победе. Мы показываем это друг другу, мы показываем это международному сообществу и, соответственно, реально даём им основания для того, чтобы инициировать вот эту международную площадку для проведения переговоров. До этого, понимаете, в ситуации, когда уже все дипломатические миссии, консулы, многие выгнанные из страны и послы, когда нет социологических опросов реальных, когда люди путём просто вот насилия загнанные по своим домам и на улицах, не очень большой протест, международникам довольно сложно понимать, что реально происходит в стране. И вот такое голосование беспрецедентное по своим размерам. 600 тысяч – это огромное количество людей. Я вам напомню, что Бабарыка, самый успешный в этом смысле кандидат нынешних выборов, он за месяц, они собрали его команду, 435 тысяч, и это был рекорд. Так вот, сейчас мы с вами имеем более 600 тысяч, причём на голосе – это верифицированное голосование. Его признаёт международное сообщество, потому что там оно защищено по-серьёзному от накруток. Там один телефон, один голос, и больше невозможно ничего сделать. Поэтому это очень серьёзная, реально серьёзная заявка на то, что мы с вами делаем. Ещё один моментик важный, чтобы вы понимали. Когда Лукашенко поехал в армейские части с вариантом вовлечь их в конфликт, помните, как он сказал, мы начнём, говорит, восстанавливать порядок вот тут, изнутри, и вы это будете делать. Представляете, что он произнёс? Он произнёс страшную вещь. Он произнёс вещь, означающую, что он планирует использование армии, армии внутри страны, воевать со своим народом. Конечно, армейцам рассказывают, что это некоторые отщепенцы, бандиты, знаете, их надо там, в общем, нужно помочь милиции. Так вот, сейчас у армейских офицеров есть все возможности своими глазами оценить, оценить состояние дел в стране и понять, что это никакая не кучка отщепенцев, это воля белорусского народа. И они, как армия, которая присягала белорусскому народу, не имеют никакого права выполнять преступные приказы, если таковые поступят. И для них, кстати говоря, вот это голосование будет серьёзным основанием для того, чтобы в случае чего очень конкретно ответить на приказ, если такого рода приказ последует. Так что это очень важная вещь. Она нам с вами помогает понять, что мы едины, что у нас большинство, и с гораздо большим чувством собственного достоинства выйти на улицы, когда мы с вами будем к этому готовы. Я же правильно понимаю, что количество проголосовавших в голосе прямо пропорционально реакции мирового сообщества? В каком смысле? Ну, чем больше, тем лучше. Так по-простому. Конечно, конечно. Так вы же видели реакцию? Посмотрите, как отреагировало мировое сообщество. Они в тот же день, это, кстати, было для нас совершенно таким, ну, я вам скажу, сюрпризом из сюрпризов, когда они в тот же день отреагировали максимально быстро и максимально позитивно. Мы ведь, вот смотрите, когда ты запускаешь такую штуку, ты не знаешь, как отреагируют, как отреагируют эксперты и международное сообщество, как отреагируют люди в стране. И действительно ведь, ну, мы же с вами видели, что дискуссия была. Дискуссия была, потому что все, ну, а чего, что такого заявит сейчас Тихановская? Что такого она завтра такого заявит? Действительно, что она сейчас спустится с неба на недыщущем драконе? Да, важно на драконе спуститься и аккуратно сожжет дворец независимости. Ну, видимо, этого ждали. Да, то есть, действительно, вы ведь, когда запускаете такую вещь, ну, реально вы не знаете, как произойдет дальнейшая реакция. Конечно, вы закладываете определенные смыслы, когда вы задумываете это. Когда вы хотите уточнить, что, ребята, а, мы против войны, мы требуем от армии не ввязываться в войну, мы требуем остановить вот эту вот попытку развязать гражданскую войну на территории страны. Вы понимаете, что это действительно серьезная очень опасность? И это очень страшные вещи, если бы такое произошло. Это первое, что нужно остановить. Второе, мы должны с вами понимать, что ни в коем случае мы не можем опустить руки. Ни в коем случае. Но для того, чтобы после трехмесячного зимнего, вот зимней вот этой спячки проснуться, для того, чтобы снова зарядиться вот этой энергией, понимаете, это надо раскачивать. Ведь 9 августа не произошло на ровном месте. Перед этим были митинги, перед этим шло серьезное раскачивание. О, что у нас тут? Нет, нет, все хорошо. Значит, вот. И тут то же самое. Для того, чтобы раскачать нормальный такой протест живой, который будет выльяться на улицу, и который победит, и зальет действительно улицы городов и страны нашим, нашим народом, с нашей символикой, с нашими целями, с нашей победой. И для этого нужно разогреть ситуацию. Она сама по себе не разогревается. И для того, чтобы ее разогреть, необходимо, необходимо людям дать почувствовать их единство, их большесть, что их количественно просто, понимаете, нас количественно не стало меньше. Это надо понимать. А когда вот эта пропаганда, которая действует, и вот эти вот ГБшные и ФСБшные, кстати говоря, заходы, которые пытаются разрушить солидарность, пытаются разрушить единство, закидывают какие-то постоянно такие склочные вот такие моменты, это сложно нашему народу, особенно, который не привык на самом деле разбираться в таких политических хитросплетениях, не привык видеть, а на что направлен тот или иной вброс, вот к чему он приведет, да? Это ведь сложные такие вещи. Они требуют серьезного вот внимания к политической повестке и серьезного вовлечения. Это важно. И поэтому, конечно, мы были, ну, очень позитивно поражены, как восприняло и мировое сообщество международное, когда миссия США в ОБСЕ в тот же день отозвалась. Да, я публиковала. Конечно, я зачитывала просто, чтобы люди понимали, что все это не просто так, потому что, ну, не у всех же есть гугл-переводчик, понимаете, а первоисточник-то был на английском. Да, 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 это твиттер. Через твиттер, через самую быструю социальную сеть пошла реакция. Это очень здорово. И, ну, на самом деле, это один из показателей того, что это хорошо. Ведь смотрите, что происходит. Я думаю, что вы в штабе у себя это тоже наблюдаете. Как работают-то нехорошие люди-редиски? Ну, это прям вот уже высший пилотаж. И появляются же источники, которые достаточно долгое время косили под протестующих. Я сейчас даже некоторые телеграм-каналы имею в виду, да, они такие. Но при этом основной посыл в них, при всей поддержке и Светлане Георгиевне, и протестующим в Беларуси, при всем при этом, после прочтения материала остается такой осадок – ничего не будет. Вот. Именно. Дело в том, что, заметьте, когда работает КГБ, и особенно когда работает ФСБ, они имеют серьезные исследования, люди занимаются этим профессионально, получают некоторые там разработчики, получают очень хорошие зарплаты за то, что они понимают, как работают вот эти вот, как вам сказать, вбросы, как работают вот такие вот попытки поссорить, когда, опять же, а как они берут и активируют кого-то из своих агентов для того, чтобы они начали работать на расколу. Вот заметьте, дело в том, что у них очень серьезный арсенал средств. Так они 26 лет работали. Вот именно. А ФСБ, так вообще наследники НКВД. Давайте с этого начинаем. Конечно, конечно. Поэтому, конечно, в том-то и дело. И нам нужно всегда понимать, вот когда мы что-то действуем, когда мы что-то делаем, и когда мы видим на выходе, всегда смотреть на что направлена в конечном итоге вот наша с вами деятельность. Если она приводит к давлению на режим и к усилению наших народа позиций, вот, тогда мы действуем. Если мы видим, что какие-то действия приводят к тому, что начинаются какие-то сомнения, начинается раскол, начинается на части всего движения, или начинаются какие-то вбросы, а кто куда чего денег кому-то, может быть, не додал, а может быть, кто-то деньги получил, кому-то не выдал, а может быть, не знаю, что еще, а может быть, не поделился лидерством, а может быть, что-то. понимаете, нам нужно всегда видеть конечную цель. Как бы, что из этого будет? Если это будет усиление нашего общего движения, прекрасно, давайте. Если это будет ослабление, значит, мы с вами это должны видеть сразу, и в этом случае пресекать подобные попытки. Главное сейчас это солидарность, единство. Единство, помните, как? Видеть цель, верить в себя, не видеть препятствий. Помните? Чародеев. Да, проходить, как мы можем... Через стену, ну, потому что мы как раз через стену и вынуждены. Да, нам нужно пройти через стену, и это несложно, как правильно они ему объясняют, это несложно. Главное видеть цель, верить в себя, не видеть препятствий. Препятствия, понятно, что нужно видеть, но имеется в виду видеть, не видеть их как непреодолимы. Да, не считать их вообще как бы, да, полной стеной, где нужно опускать руки. И дальше нам с вами ничего не мешает верить в себя и видеть цель. А цель у нас с вами одна, она так и осталась той же самой. Это новые честные выборы, это возможность нам с вами решать свою судьбу, судьбу своих детей, чтобы государство не мешало нам, чтобы государство по минимуму осветилось и минимально, если, ну, как, если сумеет, пусть помогает, да, нам в нашей работе, не сумеет, пусть стоит в сторонке, там, обеспечивая минимальные функции. Государство не должно мешать нам работать, строить бизнес, строить свою жизнь, строить свое благосостояние. Каждый из нас должен суметь. Не должно быть так, как сейчас, когда мы подходим там к пенсионному возрасту, да, и у нас хорошо, если только там из накопленного это квартира и старая машина, и заброшенная бабушкина дача. Но это же катастрофа. Ну, во всем мире народ к пенсионному возрасту становится... Если человек работал всю жизнь, то это нормальное состояние, ну, нормальный уровень жизни, понимаете? Человек может ездить отдыхать по заграницам, скажем так, по нормальным смотреть мир, видеть, как бы, он не живет так, как наши пенсионеры. Ну, опять же, они к пенсионному возрасту могут и акции каких-то прикупить, и на бирже сидеть дома там, да, у них есть брокер свой, да. Конечно, если человек отработал всю жизнь в нормальной стране мира, слушайте, у него, ну, он может себе лечиться так, как он может, так, как он хочет, понимаете? В нормальной, с нормальным уровнем медицины. Он может помогать своим детям и внукам так, как он хочет. Он может свою собственную жизнь построить так, как он хочет, с туризмом, я не знаю, с любыми хобби, достаточно там, я не знаю, с полетами на воздушном шаре, там, еще с чем-то, понимаете, с восхождением на какие-то поры, доступные там по уровню. А у нас что? Ну, как так? Если человек всю жизнь отработал, и мы остаемся, где все эти деньги, которые заработал наш человек, когда он отработал всю жизнь? Где? А вот в этих вот золотых дворцах, ребята, вот это кажется все, что это мелочи, как бы, а это вот в этих золотых дворцах, это наши деньги, это наши деньги. Так вот, чтобы такого больше не повторялось, для этого люди должны реально выбирать того чиновника, который будет вот эти вот какие-то представительские функции выполнять на международной арене, как должен, например, делать президент. И потом спокойно этого президента переизбирать, и следующий чиновник приходит, и служит народу, и отчитывается перед народом, и за каждый рубль отчитывается, и за каждую поездку в Эмираты, не в Эмираты, и летает на нормальном самолете, как все, ну, хорошо, но бизнес-классом может быть максимум, а то вообще-то можно и полететь и нормально в эконом, чтобы посмотреть, как люди живут и летают. Почему нет? Почему нет? Это просто чиновник, просто человек на определенные позиции, ему человек, народ просто дает на некоторое время такой пост для работы, и не более того. Ну, тут нам в целом нужно будет разбираться с нашей государственной машиной, потому что задача государства – обеспечивать безопасность, справедливость и возможности, да, а у нас нет ни первого, ни второго, ни третьего. Конечно. И в той системе без сдержек, противовесов и всего остального оно, в принципе, не способно, потому что никакая конституция, за что, кстати, ну, мы еще отдельно с Анатолием будем делать, наверное, по этому поводу разговор, никакая конституция, да, не в состоянии обеспечить нам гарантию того, что не придет следующий Лукашенко, если в ней это не будет прописано прям вот, да, по-буквенно. Именно. Самое главное, что должно быть прописано – это А – разделение властей, Б – механизм сменяемости власти, обязательно независимый суд – это принципиальная вещь, потому что суд должен исходить из закона. Все. Никаких телефонов, никаких, не знаю, взяток, никакого давления, никаких государственных квартир в суде или что-то еще. Судья должен быть абсолютно независимым для того, чтобы он решал только исходя из законодательства то дело, которое перед ним лежит. А в случае, если произошло какое-то недопонимание или злоупотребление, вот тут вступает независимая пресса, которая высвечивает этот факт, показывает, почему судья ошибся или, может быть, даже злонамеренно как-то поступил, и показывает обществу, что произошло. И все. И в этом случае мы исправляем ошибку и судьи тоже. То есть вот так примерно работает общество. Так примерно. Законодатели принимают закон, исполнительная власть его исполняет, судебная власть решает все конфликты, которые возникают, и решает их, исходя из законодательства, которое принимает, как мы помним, парламент, законодательная власть. И независимая пресса еще и следит за тем, чтобы злоупотреблений не возникало. Все. Вот примерно так. Три основные ветви власти, плюс неофициальная четвертая масс-медиа, СМИ, независимые. Это очень важно. Вот так построена система власти в нормальных странах. Ну и я уверена, что белорусы уже готовы, готовы к тому, чтобы присоединиться к нормальным странам в этом вопросе. Да, вы знаете, я в этом абсолютно уверена. Ну что ж, с начала, кстати, нашего марафона на платформе «Голос» проголосовало уже более двадцати тысяч человек. И для первой половины дня я считаю, что это неплохой результат. Продолжаем, граждане. Кричалка новая от доброго тролля. «Голос» – это не пустяк. Лукашенко в автозак. Есть у нас такой замечательный автор у меня на канале. Прекрасно. Да, Наталья Ичковская. «Гродно» отдала голос в первые же часы, а сегодня показала детям, которым по тридцать семь лет, как это делается, и помогла мужу. Вот это уровень. «Голосуем опоссум», пишет на Ютубе. «Давайте каждый поставим себе задачу, Ири, расшевелить десять человек до двадцать пятого марта. Это доступно, реально, безопасно. Представьте, если каждый увеличит число проголосовавших, хотя бы в пять раз. Работаем, друзья». Все ссылки есть в описании к видео. Вы помните, что те, которые не боятся голоса, заблочили всё, что можно заблочить, аж так не боятся, что вот аж кушать не могут. Точно, точно. Джулия Фитлер тоже написала, да, вернее, это посольство, по-моему, США в Беларуси написало, что, да, такая мелочь протестующих, их так мало, что пришлось забанить интернет, заблокировать платформу и предпринимать ещё усилия. Вы знаете, да, что сейчас на госпредприятиях запугивают людей, что будут у них в телефонах проверять, а вдруг человек проголосовал на голосе. Какой, кажется, какой бред. А ещё слышали, что, значит, на госпредприятиях заставляют проголосовать на голосе против. Ну вот какие нужно иметь мозги, да, если человек может прийти домой и переголосовать. Но они же не… Вы поймите, люди вообще не понимают, они не умеют, они не знают, что так можно. А на самом деле, белорусы, представьте, есть такая возможность, она специально предусмотрена для вас, что если вас заставляют, то проголосуйте против, но придя домой, просто нажмите кнопку за, и ваш голос поменяется, будет убран из против и переброшен в за. Это специально как раз сделано для блокировки вот таких вещей, для преодоления вот таких вещей. Поэтому, пожалуйста, обязательно делайте. Это очень… Не нужно противостоять, когда на вас наседают. Конечно, это же прекрасно. Наоборот, помогут вам установить, зарегистрироваться и проголосовать. Прекрасно, прекрасно. А дома переголосуйте, да, с вашего телефона, как только вы зайдете, ваш телефон, да, снова активируется и ваша вот запись переведется на «за». Так что делайте. Марина Сабат спрашивает, Анна, могут ли лидирующие силы мира, основываясь на результатах голоса, обратиться до 25 марта к Путину? Каждый пострадавший от ЛУ будет и на твоей совести, и на совести российских солдат, о как. Ну, смотрите, значит, вот то, что мы с вами делаем, да, голос и наши голоса, это отслеживают все сейчас, все акторы, все действующие лица и организации, и страны, которые вообще, как вам, хоть как-то интересуются ситуацией в нашем регионе. И Россия в первую очередь. Они прекрасно понимают, что происходит. И сейчас, вот, кстати говоря, и для России это также является основанием, чтобы отказать Лукашенко, когда он снова попросит денег. Он же попросит денег. Конечно. Он же попросит денег. Потому что никто не дает. Конечно, денег нет. И Путин ему не дает этих денег, потому что Путин уже прекрасно понимает, что да, это совсем не Камильфо. Вот сейчас для него ввязаться в эту ситуацию на стороне Лукашенко смысла никакого. Есть маленький, маленький. Он не очень хочет, Путин, чтобы Лукашенко был смятен протестом народа. Потому что это может оказаться заразительным. Вот этого Путина опасается. Но на самом деле, я думаю, что он все равно придет, в конце концов, к пониманию, что они сменят риторику. Они уже сейчас полностью отказались от упоминания Лукашенко. Легитимации Лукашенко, они, как вам сказать, ушли от этого. Вот. Они его никак не называют. Они уже говорят только о помощи Беларуси. Они не говорят Лукашенко. В рамках союзного государства помощь Беларуси. Вот. Но самому Лукашенко они помогать не хотят. Легитимировать его не хотят. Вот. И денег не хотят давать. Потому что, ну, ситуация такова, что Лукашенко уходит в любом случае. Понимаете, да? Он уже все. Вот. Лукашенко уже все. Можно как угодно там смеяться, но, ну, как бы, он на самом деле, он, ну, политический труп. Все. Его не существует. Вот. То, что сидит пока сейчас. Это такой уже вот фантом, да, в кресле. Последние деньги он выбрасывает свои. Последние какие-то, как это сказать, щирит там, сдвигает брови, щирит зубы там. Но это все уже на самом деле. Хорошо он выглядит для политического трупа слишком. Кто? Лукашенко? Да. Хотелось бы, чтобы похуже. Не-не-не-не-не-не. Это, это, это выглядит, как это сказать, костюм хорошо пошитый, натянутый на бронежилет. Это там поддутые там косметологами какие-то под кожу там всякие. Нет, что вы. Ничего там уже нет своего, которое бы как-то хорошо выглядело. Нет, все. Лукашенко все. Вот. И Путин это понимает. И все это понимают. То есть нам, в принципе, нам остается, ну, немножечко, немножечко поддавить, чтобы у него кончились ресурсы, чтобы он прекратил своих наемников проплачивать. И все. И все на этом. Ну, мне нравится ваш прогноз. Давайте-ка мы с вами ищем. Кстати, кто боится регистрироваться на «Голосе», хотя вроде бы Анна прекрасно вам пояснила, что и как и предыдущие спикеры, в следующей части слушайте у нас уже минут через двадцать будет в эфире Павел Либер, создатель «Голоса», и я думаю, что 15 уже, да, что он, как никто другой, пояснит все нюансы. Айтишники, гол задавать вопросы. Наконец-то я помолчу, и вы пообщаетесь с теми, кто на них ответит. Анна, давайте мы с вас возьмем позитивный прогноз, в том числе еще один. Мы сегодня все это делаем. Мы предсказываем. К 25 марта, к дню воли, какой будет результат на платформе «Голоса». Сколько человек уже проголосует? Записываю. Ну, проголосует около 800 тысяч, я думаю. Вот. Ну, это в принципе ограничено чисто техническими вещами, то есть тем, что трудно дойти до малых городов и деревень. Хотя все равно мы призываем всех вот наших зрителей, чтобы они бабушек, дедушек, теть, дядь вспомнили, созвонились с ними и помогли им проголосовать. Там же есть, ну, вот Павел вам, конечно, расскажет, там есть функция, что вы можете на своем Телеграм-аккаунте подключить еще два телефона своих бабушек, дедушек, им придет смс-ка на их телефон. Вот. Но ваш Телеграм-аккаунт позволяет еще два телефона подключить. Таким образом вы можете помочь и своим соседям, и своим вот близким, которым сложнее, скажем, зарегистрироваться именно в Телеграме. Можно так сделать? Ну, я не знаю, как остальные, а как создатель канала и чата Пенсионеры 97, я могу сказать, что у нас такой проблемы нет. Уже все все знают, все проголосовали и поехали по городам и весям, так сказать, подбивать остальных и объяснять. Вот. Самое главное подключить регионы, да. Регионы надо подключать, потому что это не только дело Минска, ребята. Наша с вами страна достаточно велика. Это не только Минск. Минск – это только 2 миллиона из 9,5. Так что давайте-ка включаемся. Ну, правда, минус совсем маленькие. Минус дети. Пока мы с вами поговорили, уже 2 тысячи добавилось. Прекрасно. То есть, ну, вот, как бы... Нет, люди, я вот, я вижу, знаете, потому как подхватились все вот в ответ на наше заявление, на заявление Светланы, я с таким удовольствием увидела, что люди ждали, люди реально ждали, как вам сказать, любой возможности показать свой протест. Любой. Я увидела, как все эксперты включились, которые обычно, знаете, настроены там скептически, там иногда там им тоненье, немножко не такое слово, там немножко не такой акцент. Здесь все без вопросов сказали, так, ребята, есть варианты, есть плюсы-минусы, но голосовать за сейчас – это просто наша общая обязанность, если мы хотим что-то в этой стране дальше менять. И просто вот, знаете, само воодушевление людей меня, конечно, честно, очень позитивно заразило, поразило, очень меня порадовало. Огромное спасибо журналистам, которые включились активно и, ну, как вам сказать, не, просто приятно посмотреть на общество, я вам скажу, просто приятно посмотреть на белорусов. Вот снова, как это было в августе-сентябре. Ну, белорусы готовы ведь на самом деле действовать и быстро, и слаженно. Здесь же вопрос, мы понимаем, в чем. То есть мы очень быстро все, мы вот, я говорю, вчера в обед решили, сегодня запустили марафон, потому что нам просто стало обидно. Как-то так, что это за 500 тысяч вообще? Вот, хотя, как выяснилось, это тоже немало, но, тем не менее, это много, да, но все равно мы понимаем, что нас больше. И вот это отсутствие этих голосов тех людей, да, которых еще нет на платформе «Голос», ну, это, в общем-то, мягко скажем, наша недоработка. Вы знаете что? Нет, относитесь к этому спокойнее. Если вам кажется, что нужно прямо вот прям всех ввести в интернет и там показать, как вам сказать, большинство вот электоральное, да, то на самом деле это нереально ни в какой стране мира. То есть в любом случае люди в вопросах, ну, они не активны на 100%. Если мы говорим, предположим, о выборной активности, да, когда голосуют, там идет голосование за президента какой бы то ни было страны, да, то, во-первых, и там нет никогда 100% явки нигде ни в одной стране мира. А, ну, кроме СССР и Северной Кореи, где там 105%. А в нормальных странах это все равно не 100%, это раз. Вот, первое. И второе. Выборы президентские, например, они проходят там раз в пять лет в нормальных странах, да, и они разогреваются в течение последнего года. Последнего года. Это же не происходит одномоментно за неделю, как сейчас. А разогреть людей за неделю до такого процента, как сейчас, это просто фантастика. Я вам говорю серьезно. Это относитесь к цифрам реально. Еще разок я скажу. 435 тысяч собранных командой Бабарыка за месяц. За месяц официального сбора, разрешенного сбора на тот момент еще вспомните, понимаете? Да, я помню. Вот. За пушением через все каналы, через все прямые контакты, имейлы, через все вот, что только можно. В разрешенный период. Еще не было такого запугивания, таких страхов. Еще не было многого. 435 тысяч. А сейчас? 660 или уже сколько? 680. Вы понимаете разницу? То есть это в полтора раза выросшие людей активных, это активные люди делают. В полтора раза больше, чем тогда. Так что я вам скажу, тут уже, уже, это уже, ну, такой фантастический результат. Так, я вам серьезно. Смотрите, мы же видим уже по отклику, что так именно это воспринято и в мире. И так именно это воспринято властями Беларуси, которые теперь бегают и пучат глазки, и не знают, как заставить, вот видите, своих там идеологов, чтобы они бегали по заводам и запугивали, что я тебе в телефон загляну. Опять же, представьте себе, какая тупая, тупая реальная активность, когда они своих жестовцев заставляют бегать, срезать ленточки, а в итоге там уже дети проваливаются в открытые колодцы, да. Представляете, что происходит? Совершенно обрушивается народное хозяйство, совершенно обрушивается экономическая вся жизнь Беларуси. Вот. И происходит исключительно борьба с символикой, борьба вот такая вот с телефонным голосованием. То есть на что режим вообще тратит свои ресурсы? И причем последние ресурсы. Он тратит их, заметьте, не на выстраивание какого-то позитива, не на развитие страны, не на развитие экономики поддержания, не на помощь там страдающему бизнесу. То есть то, что могло бы вытащить страну, на что он тратит? Он последние ресурсы тратит на совершенно бессмысленные вещи, вот против эфира бегать и остановить интернет. Остановите мне интернет. Вручную, с очком, с очком поймать интернет. То есть это же полный, это нонсенс, это такое демонстрирование вот тупости и абсолютного непонимания даже, как работает, как работает вот, ну, грубо говоря, экономика. Вот вы в своей семье, да, понимая, что у вас столько денег на это, столько на это. Ну и что, как бы от того, что вы сейчас запретили кому-то где-то проголосовать, у вас денег больше появилось или что? То есть что вы предложили в качестве развития своей стране? Поэтому я вам говорю, что Лукашенко, он не просто, он не просто прошлое, он такое замшелое прошлое, которое вообще не понимает, как устроен нынешний мир, вообще не понимает. Конечно, меня беспокоит, что у нас есть вот такая армия вот этих вот проплаченных наемников, которые готовы продавать свою, вот эту свою физическую силу и садизм, да, и уничтожать просто нормальных людей. Конечно, да, конечно, им промыли мозги, конечно, их накачали, конечно, они изначально были там отобраны по вот этому принципу психологическому, да, способность к насилию. Но в конце концов, есть у них родственники, есть у них там дяди, тети, дети, в конце концов, есть, которым пора бы сказать, папа, чем ты занимаешься, что ты делаешь? Ведь сейчас реально ты пытаешься предотвратить будущее. Предотвратить будущее невозможно. Оно наступит в любом случае. Только ты, который совершил вот это все и продолжаешь совершать, ты же ответишь за все это. Причем даже не на страшном суде, а гораздо раньше. Если, ну, за такие вещи... О, ребята, единственная возможность, это еще разочек напомню, есть такая единая книга регистрации преступлений ekrp.by, куда можно сообщить, будучи свидетелем преступления или даже соучастникам, сообщить о преступлении, подать вот такой рапорт, конкретно кто, где, что, какое преступление совершил, и получить за это смягчение собственного дела, когда оно будет рассматриваться в независимом суде. Вот это будет смягчающим обстоятельством. Вот это важно понимать. Вот это важно понимать. Вот. То есть есть такая пока возможность, и на самом деле прекращайте навешивать себе на плечи все, вот обращаясь к этим силовикам, так называемым, все большее количество преступлений. За каждое вы будете отвечать, за каждое. Чем больше, тем хуже будет результат. Поэтому в конце концов уже пора понять даже, и вот этот опрос позволяет вам понять, где, на какой стороне находится большинство, на какой стороне сторона добра, а на какой сторона зла. Это нужно понимать. И все-таки, ну, учила же вас чему-то в детстве мама, в конце концов. Вы знаете, я до сих пор не могу понять, как надо промыть мозги, чтобы до этих людей не доходила одна вот вообще самая простая и банальная вещь. Они строят концлагерь для собственных детей. И этим детям потом в этом концлагере жить. И как до них вот сегодня достучаться, я до сих пор не могу понять. Потому что, конечно, идут разброты, шатания там и так далее. Есть люди, которые все понимают. Но когда стоит на первом месте квартира, да, вот аргумент, ну, у меня же ипотека там, да, квартира служебная там или еще что-то, мне детей кормить. Тебя хочется спросить, не кормить, поправочка, откармливать. Откармливать детей, которые дальше пойдут на убой той власти, ради которых ты думаешь, что ты их кормишь. Это вот проблема, да, когда, как вам сказать, когда у руля страны оказывается в итоге, да, неадекватный человек, то есть вот несовременный, неадекватно образованный тому миру, который сейчас уже существует. Вот это всегда становится проблемой. Потому что совершенно неадекватные транслируются сверху установки. И они поддерживаются совершенно неадекватными же, вот такими вот актами садизма, такого насилия, что, ну, это же уму непостижимо просто. Поэтому очень важно, конечно, та персона, которая находится у руля страны, но на самом деле гораздо важнее, чтобы ее можно было регулярно менять на этой позиции. Человек не должен приходить надолго. Человек должен, вот пять лет поработал, понравилось нам, как нам служит наш чиновник на этом посту. Может быть, мы оставим его еще на пять лет. И все на этом. И не более того. Поуправлял, дай поуправлять другим. Если ты был очень успешен на этом посту, ты переходишь в статус советников. Экс-президент, который остается советником и по глобальным вопросам. Опять же, представляете, какая фантастически приятная позиция бывший президент, уважаемый своим народом, к которому обращаются за советом в каких-то случаях и который является таким лидером общественного мнения и таким моральным авторитетом. Представляете? И который может ходить по улицам без охраны, и ему будут улыбаться, дарить цветы, там, я не знаю, и говорить спасибо, что вы у нас есть. Который будет жить нормальной жизнью, которого будет уважать его народ после того, как он покинул пост. Представляете? Это же, я не знаю, к чему можно вообще выше стремиться в этом мире. Это вот супер ведь. Да, да. Но, как говорится, нет у гроба карманов, это помнят далеко не все. А вот то, что ими остается в истории, это немножко другое. Да, и, к сожалению, конечно, этот наш политический труп так испортил себе. Это надо было, ой, господи, это фантастично. Ну, вот как человек, вот как человек мог настолько, настолько, как вам сказать, уйти от реальности, настолько уйти от реальности, чтобы превратиться в такое, в такое. Причем, видите, как показал фильм «Нехта», по сути дела, это просто мелкий воришка, которому просто хотелось жить, как арабский шейх в сказке, просто хотелось каких-то вот этих золотых луковиц сверху и золотых унитазов под задом. И он за это, для того, чтобы какую-то вот эту фигню себе создать из сказки, да, такой, очень в сказке-то, как вам сказать, про какого-то… Помните, была «Золотая антилопа», когда вот… Да, да. Да, еще-еще. Да. И он вот для того, чтобы себе это создать, он пошел на все, на убийство оппонентов, на вот сейчас какая волна насилия, он же вообще не понимает, что творит вообще. Представляете, изнасилование, уничтожение людей, забивание их до смерти в этих участках, это какому могло прийти в голову, кому вообще? Как можно было породить такую систему? Представляете, какой человек вот себе в веках оставляет, какую ненависть по себе? Божечки мои, ну как так было можно? Я не понимаю. Я бы, конечно, вот знаете, на месте Путина бы внимательно посмотрела на ситуацию и реально предприняла бы какие-то прямо радикальные бы меры в своей собственной стране, в своей собственной жизни, в своей собственной биографии. Потому что, ну, это же страшно, то, что сейчас сделал с собой. Да, он сделал это и со страной, но страна возродится. Но что он с собой сделал, божечки? Ну что он с собой сделал? Просто будучи мелким воришкой, ну, ой, вот-вот то, что мы с вами имеем. Иногда вовремя уйти, а еще лучше вовремя умереть очень даже полезно. Но на самом деле, конечно, я вам скажу вот что, что наш народ сейчас демонстрирует такую силу духа, силу интеллекта, силу души, солидарность, единство. Я вам честно скажу, я в августе, я вот когда ехала уже после этих выборов там вдоль вот этих вот цепей солидарности, я плакала от счастья и от потрясения, потому что я не верила, что я когда-нибудь в своей жизни увижу наш белорусский народ вот таким. Так что я вам скажу, это восхищение. Я хочу все-таки его еще раз людям напомнить о том, что, ребята, мы с вами совершили невозможное в этом году, и мы это должны просто довести до победы, просто до логического завершения, до нашей победы. И всегда вот запомните это навсегда. Нам вот это время с вами дано не просто так. Оно нам дано для того, чтобы осознавать, что то, что мы делаем, отзывается потом на конечном результате и на результате нашей собственной жизни и на жизни всей нашей страны. Вот мы должны с вами всегда себя сопоставлять. Вот помнить о том, что произошло с вот этим персонажем Лукашенко и себя, как вам сказать, соизмерять то, что мы сейчас с вами делаем. Надо ли передавать какую-нибудь такую непроверенную информацию, которая кого-то расстроит и настроит, например, на раскол, или нам нужно понимать, как наше слово отзовется. Вот нам нужно всегда помнить об этом и работать на единую цель. Вот на это я прошу всех еще раз сосредоточиться на этом и сказать, что так победим. Так победим. Спасибо большое. Спасибо большое, Анна. Я уверена, что мы с вами еще увидимся. Прогноз ваш есть. Все, мы будем работать над вопросом, чтобы ваш прогноз был минимальным из наших прогнозов. Да, с вами хочу попрощаться фразой одного из наших зрителей. Кто сколько привел голосов сегодня? Я два, работаю над третьим. Супер. Работаем. Еще раз. Спасибо. Давайте еще раз посмотрим обращение Светланы Тихановской, после чего у нас в эфире Павер Либер. И вот тут вот вы можете задать ему все самые сложные вопросы. Светланы Тихановской, после чего у нас